Ну, я вам обещала, если помните, продолжать тему. Кто помнит? Молодцы, умнички. Да, я думаю, что вас это заинтересовало, и вы хотите слышать дальше, правда? И мы некоторое время будем продолжать эту тему. Итак, слово Осии 10-12. Сейте себе в правду, пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа. Чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. И мы уже с вами увидели, что это по нашим молитвам, что мы хотим расширять наши пределы, наши границы. И мы немножечко затронули тему о любви, что это тоже надо эти границы расширять, правда? Вот сегодня мы поговорим о ней. Что расширять границы любви нам тоже приходится, придется, надо. И мы знаем, что без Бога нам вообще это невозможно. Ни одну границу мы без Бога не можем расширить, правда? Ну вот интересно, как Бог будет действовать, как вы думаете? Как нам надо помочь, чтобы границы любви нашей расширились? Я думаю, что никто из вас уже не сомневается, что нужно будут трудности. Потому что все высоты, все, что мы делаем, все границы, которые мы раздвигаем, мы прилагаем усилия, правильно? И всякие достижения, они через усилия берутся и достигаются. Поэтому мы уже с вами знаем, что терпение надо достичь нам, уровня хорошего. Смирение. Потому что без этих качеств любовь просто невозможна. Конечно, очень легко любить тех, которые тебя любят, правда? И платить любовью за любовь, улыбаться тем, которые тебе улыбаются, это прекрасно и легко. Но вот Иисус сказал очень интересную вещь, и Лука записал в 6.32. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. То есть и в этом мире это практикуется. Ты меня любишь, я тебя люблю. Ты мне улыбаешься, я тебе улыбаюсь. Ты на меня сможешь, мол, я отворачиваюсь. И вот получается, что любить тех, которые в нашем понимании не соответствуют нашей любви. Очень сложно. Тут получается, что надо что-то достигать. Какие-то границы надо расширять. Потому что это выходит за рамки наших возможностей. Или за пределы нашей любви. Правда же? И мы наверняка уже с вами заметили, что у нас любовь имеет границы. Что наша любовь ограничена, правда? У нашей любви есть пределы. Любил, любил и хватит. Являл любовь, являл больше не могу. Вы знаете, что любовь наша, даже если она у нас агапе, она в нас ограничена. Нашими представлениями, нашими пределами. Мы принимаем Божью любовь агапе в наши ограничения. Я часто слышал, а что, это не агапе, а что, у нас нет любви? Я уверена, что у нас у всех есть агапе. Но по какой-то причине. У одних она проявляется больше, у других меньше. По какой? По причине ограничения. У каждого границы разные. Поэтому она у нас и проявляется только в рамках нашего ограничения. В наших пониманий. У нашей любви есть территория любви. И за ее пределами мы уже рассуждаем. Вы знаете, что пределы любви, вот эта территория, у всех разная. В исключительных случаях, территория у некоторых, махровый эгоизм. И он даже у себя дома любит только себя. Это его территория любви. Она не может распространяться дальше. У других эта территория распространяется на свою семью и только, на свой дом. У некоторых пределы более расширены. Эта любовь уже достигает ближних. Распространяется она церковь. Но при этом только на свою. Можно говорить, потому что так надо. Мы любим всех. Мы любим все церкви. Однако, это только слова. А на свою церковь любви хватает. Но есть еще большие. Границы расширены, вариант любви. Когда эти пределы настолько расширены, что помещается Господь. Помещается весь Его народ. Но и это не предел. Потому что, вернее, это предел. Потому что на врагов не хватает. Господа люблю, народ Божий люблю, церкви все люблю. А вот с врагами дела обстоят похуже. Вот тут надо все-таки пределы расширять. Потому что враги в наши пределы, в наши ограничения не помещаются. Мы говорим, Господи, заполни нас любовью. Господи, наполни нас любовью. Говорим. Для чего? Мы хотим для себя любовь. Мы хотим для себя любовь. Чтобы получить от Бога себе любовь. Понимаете? Себе родненьким, опять. Но Господь хочет, чтобы мы любили для других. Не только для себя. Чтобы мы ее давали. Мы говорим, наполни нас. Но мы не даем места. Мы часто не даем любви в нас места. У нас границы маленькие. Понимаете? Мы хотим, чтобы она нас покрывала. Но мы не хотим, чтобы она распространялась. Вот на врагов, на наши, которые для нас враги. Все-таки у нас у всех есть границы. Если будем очень честными. Вот нам надо все-таки распахивать на вину. Для того, чтобы засеивать семенами любви. Те места, которые у нас еще не были запаханы. Где много еще сорняков. Наших установок. Наших пониманий. Как мы живем. Понимаете? Вот в каких рамках мы живем. В каком понимании. Я вам скажу, что мы контролируем любовь. Кого мы можем любить, кого нет. Кто достоин, кто недостоин. Но Господь так не рассуждает. Если в сердце есть обиды. Если в сердце есть огорчения. Там уже что? Границы. Границы. Понимаете? Вот это ограничение любви. Тут я обижен, дальше не пойду. Но Иисус говорит очень интересно. Он приводит примеры любви. А я вам скажу, что на эти проявления мы не смотрим, как на любовь. Он интересно открывает, как любовь проявляется. В чем? И показывает, как надо выйти за рамки ограничений наших. Что это те места, где можно любить только за пределами нашего понимания. Только если распахаем мы эту целину. Я хочу прочитать вам, знаете, Лука. Люк. Вот давайте начнем мы по строчкам. И я буду просто вам их объяснять. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Он говорит, горе вам, когда будут говорить о вас все хорошо. Ну, кто из нас не хочет? Чтобы все говорили о нас хорошо. Есть такие, которые не хотят этого? Думаю, что нету. Ну, нету, правда? Кто не строит свои отношения так, чтобы все-таки нравится, чтобы его любили. И вот каждый для этого употребляет свою любовь. С целью, чтобы его тоже любили. То есть взаимы. Чтобы о нем хорошо говорили. Чтобы он нравился. Если кто-то станет говорить плохо, то любовь тут же угошается. Чтобы это разве агапе? Это не агапе. Понимаете? Это наша эгоистичная любовь. Почему? Потому что агапа не ищет своего. Если любовь ищет, чтобы ее любили, это не агапе. Потому что, запомните, агапа не ищет своего. Или же употребляется в таких маленьких пределах, как я вам сказал, так ограничили ее, что там чуть-чуть ее. Ее надо расширять. Вы знаете, как я услышал от Господа, агапа любит простор. Ей надо дать простор. Она не умещается в рамках человеческого эгоизма. Посмотрим 27 стих. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас. И молитесь за обижающих вас. Вы знаете, если мы будем сидеть в рамках своего ограничения, мы никогда не победим вражду. Никогда не сможем победить обиду. Ненависть и вражда это тьма. Если мы ее не вытесним любовью за пределы, то она будет заполнять абсолютно все ваше пространство. Чтобы оттеснить ее от себя. Человек что должен? Выйти из-за рамки. Не только у себя пределы, но выйти из-за рамки, подальше ее оттеснить. Понимаете? То есть проявлять любовь. Вот это Иисус и говорит. Проявляйте любовь. Тем, кто с вами враждует, проявляйте любовь. Вытискивайте всякую тьму. То, что Он сейчас сказал, мы с вами прочитали, это и есть расширение пределов любви. Расширение границ любви. Мы любим любящих. А Он говорит, благословляйте, благотворите кому? Ненавидящим. Обижающим. Враждущим. Это выход за пределы. Если мы не выйдем за пределы, мы никогда не исполним того, что сказал Иисус. Расширить свои пределы любви не имея такой опыт, невозможно. Поэтому Бог помогает нам, дает нам такое. На этот опыт мы должны смотреть как на возможность. Возможность расширить свои границы. Вот как мы должны смотреть на тех, которые с нами враждует. Испытания, которые нас постигают, можно назвать возможностями. Понимаете, это возможности для того, чтобы расширить свои границы. Согласны? Притом, расширить границы любви. Хотим больше? Хотим любовь иметь Агапе? Как Иисус любил всех. Вот оно, расширение границ. 29 стих. Очень интересный и спорный стих. Ударившему тебя по щеке подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Многие об этом говорят, спорят, и что это, и как это. Я скажу вам во свете нашего сейчас представления о любви. тогда, когда мы проходим время или момент или целый отрезок времени унижения, когда тебя бьют, и Бог допускает это, надо не унижать в ответ, а достигать в себе любви. Опять-таки, что это? Это возможности. Бог дал тебе возможность расширить пределы твоей любви. Достигать в себе любви. Кого? К унижающим тебя. Очень хочу сказать вам, к оголяющим тебя. Унижающий — это удар по щеке. Удар по лицу, вы понимаете? Такое унижение. Вот здесь что нужно? Проявить любовь, смирение и любовь. Расширь свои границы. Оголяющий тебя, снявший с тебя верхнюю одежду. Это что получается? Он с тебя снял праведность, которой ты стоял перед всеми. Он тебя ударил, чтобы снять праведность. Ох, самое время себя проявить. Понимаете? Он желает показать всем тебя внутри. Осознанно, неосознанно, но он это делает. Показать твою наготу. Твою натуру, как ты поступишь. Как себя поведет человек в такой ситуации? Насколько твой дух сокрыт во Христе в Его праведность. Понимаете? Не в своей. Твоя снята. Вот ударили тебя, обнажили тебя. Все тебя видели таким, а вот теперь позволь ему снять и нижнюю. то есть праведность, которая была перед глазами всех, он снял, и сними с себя самоправедность. Сними с себя самоправедность. Самооправдание. Вот это все сними, отдай ему это. Кто должен там, оголившись, показаться? Скажите мне. Если там живет Иисус, то вам не страшно. Оголившись, они кого увидят? Они хотят показать твою натуру всем. Появится Христос, который живет в тебе, потому что ты что сделал? Ты сокрылся во Христе. Потому Иисус сказал, Тот, который снимает с тебя верхнюю одежду, одай ему и нижнюю. Не надо самосохранение, самоправедность, самооправдание, не надо. Пожалуйста, отдай. Пусть увидят Иисуса в тебя. Понимаете, что такое любовь? Это делает любовь. Если вы не рассматривали как любовь это, теперь посмотрите. Я хочу вам зачитать, вы знаете, Чарльз Спержин, он очень интересную вещь рассказал, может, кто-то прочитал это, я хочу, чтобы все услышали. Это интересная история. Однажды проповедник Чарльз Спержин столкнулся с человеком, который утверждал, что грешный человек в нем умер. Я думаю, не только он сталкивается с такими людьми, правда? Которые говорят, что они вот здесь вот окунулись и уже вышли праведниками. Уже ничего менять не надо. И вот заинтересованный проповедник пригласил его к себе на обед. Выслушав рассуждения гостя, от начала до конца, он поднял стакан и выплеснул воду прямо в лицо своему собеседнику. Естественно, тот ужасно возмутился и в достаточно резкой форме выразил свое неудовлетворение. На что проповедник ответил, «О, как видите, прежний человек вас вовсе не умер. Он просто был в обмороке и пришел в себя от стакана воды. Мои дорогие, вот чтоб такого не произошло, когда плеснут или шлепнут вас по щеке, когда вас оголят перед всеми, увидят Христа. Я мечтаю об этом, чтобы любой из вас, когда вас оголят, когда вас ударят, показал им Христа. И все, и полное разочарование у тех, которые пытались. Это Иисус сказал. Это его желание. 30 стих. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вы думаете, о финансах только беспокоился? Нет, конечно. Он смотрит вглубь, ему важно это ваше состояние внутреннее. То есть, имел в виду Иисус? Человеку свойственно просить назад то, что он дал другому. Если когда-то кому-то сделал добро, уже ждет, что от него должен получить добро. Он дает как в долг. У него уже должники. Я тебе сделал добро, тебе, тебе, тебе. Ничего не делается безвозмездно. Ничего честно? Нет, есть что-то. Зло. Когда человек делает зло, он не хочет возмездия. Вот это можете мне не возвращать. А когда делает добро, хочет получить назад. А как нас учит Господь? Так делает добро, чтобы правая рука не знала, что делать левая. Не трупи перед собой. Дал, не жди получить. Давайте делайте друг другу добро не для того, чтобы получить. И это тоже любовь. Это границы любви у нас очень коротенькие в этом моменте. Кто из нас не хочет увидеть в обратную сторону добро? Кто не говорит, вот я ему сделал, а он мне вот этим отплатил? запомните, любовь не ищет своего. Любовь не ищет своего, пусть это всегда будет перед вами, любовь ищет своего. Любовь Агапы это не сделка. Это дар. Это сделка. Ты мне, тебе. Понимаете? И большинство людей поступают с ближними так, как с ними бы они не хотели, чтобы поступили. Я думаю, мы все сталкивались, я очень много раз. Когда человек подходит и возмущается, возмущенно говорит, что с ним вот так и так поступили, тут смотришь и думаешь, ну ты же точно так же делаешь. Откуда это недовольство? Почему? Потому что человек в рамках, в границе своего эгоизма. Мои хорошие, надо раздвигать рамочки. Надо выйти за пределы своего видения, даже самого себя. Нужно начать двигаться, раздвигайте границы. Сколько надо еще в себе расширить? Сколько пределов в себе надо расширить? За какие только рамки нам не надо выходить для того, чтобы любовь все заполняла? Мы выстроили себе ограничения. Мы не Бог, мы. 32 стих. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? И грешники любящих их любят. 33 И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. 34 стих. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. 35 Но вы любите врагов ваших. Благотворите и взаймы давайте, и не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ и неблагородным и неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Вот какая должна быть любовь, как у отца. Не надо смотреть. Он неблагодарный, я ему больше не буду делать добро. Да, он недостойный, он неблагодарный. Но Господь дает солнышко над всеми. И дождь посылает всем. Вы сыны Божьи. Давайте солнышко всем. Вот до каких пределов должны мы расширить нашу любовь. До пределов Божьего милосердия. Вы слышите меня? До пределов Божьего милосердия. С сегодняшнего дня и вперед. Будем расширять до Божьего милосердия. Вот такой любви надо достигать в себе. Не говорится, что мы должны достигать вокруг нас, себе, в себе, внутри. для окружающих нас. И мы должны такую любовь являть, чтобы быть сынами Божьими. Павел сказал, достигайте любви. достигайте. Расширяйте границы, иначе не достигнете. В свои границы вы ее вместить не можете. Это невозможно. Но я вам скажу, Бог ведет нас в свои глубины. У Бога есть дно? Нет. Если мы хотим, мы можем углубляться и углубляться. А для того, чтобы углубляться, что надо сделать? Расширять свои пределы. Расширять свои границы. И мы сегодня с вами поговорили о любви. И я думаю, мы увидели, сколько чего в нас еще недостает. Правда? Сколько еще в нас ограничено любовь? Перепроверим себя. Честными глазками перепроверим. Посмотрим, как мы еще себя ведем, в каких аспектах. Являем ли мы действительно Христа? Или все-таки выступает наша натура? Давайте расширять границы. Бог призывает нас к этому. Он хочет в каждом отобразиться. Помните, как сказано, пока не отобразиться в нас, Господи, Хотите, чтобы отобразился? Но это действительно в таком случае надо будет снять верхнюю одежду. дом. Потому что мы знаем уже с вами, что мы обликаемся во Христока внутренним человеком. Не внешним, внутренним. Значит, внутренний человек должен быть во Христе. Тогда вы не будете бояться, что вас ударили по правой щеке, что с вас сняли праведность. Ну и что? Ну пусть увидят Христа. Ну вот он. Вы его искали. Он здесь. Во мне. Аминь. Мои дорогие, я вас к этому призываю. Пусть это не будут пустые слова для вас. Вы знаете, я молюсь очень о том, чтобы слова Божьи в вас проникали. Сегодня я читала Сираха и вдруг, как бывает, знаете, вдруг прочитала что оказывается, обоюдоострый меч чем опасен? Когда он проникает, эта рана не заживает. О чем это говорит для нас? Я как прочитала, думаю, я все время думала, почему обоюдоострый меч у Иисуса Христа? Если он проник именно в Слове, Слово Бога, это обоюдоострый меч, который разделяет. И если он разделил, действительно, Слово Бога разделило, оно обратно не сойдет. Понимаете, что такое не заживляется? Не сойдется обратно. Уже не вернется. Душа и дух вместе не пойдут. Если Слово Божье разделило, тогда ты уже или на стороне душевной что-то избрал, или ты на духовной. Уже среднего не будет. Или же Слово Божье в тебя не вошло. Вот две дырки у нас. Проскользнуло. Ветром продуло. Но если вошло, то это обоюдоострый меч. Уже не будет того, что возвратится. Опять склеится, опять все по-новому не будет. Поэтому и видно, в ком живет Слово Бога, в ком не живет. Хотя все мы сидим, все слушаем. Но потому, как живем, видно Слово Божье обоюдоострый меч. Пронзило или нет? Согласны со мной? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok